Здравствуйте, в этом видео покажу еще один способ переустановки Windows 10 без использования загрузочных носителей в одном из предыдущих видео мы уже устанавливали десятку без флешки и диска, используя специальную программу ссылку найдете в описании сегодня рассмотрим еще более простые методы, приступаем если у вас Windows 10 и вы хотите переустановить систему начисто, то я покажу простой способ как это сделать используя этот способ, не нужно загружаться с флешки или загрузочного DVD диска флешка или диск вам совсем не понадобится, обратите внимание, в результате вы получите ту же операционную систему, которая у вас была то есть Windows 10, например, если у вас был установлен Windows 10 Pro X64 то после такой переустановки, у вас также будет Windows 10 Pro X64 она будет той же разрядности и выпуска на моем компьютере установлена Windows 10 домашняя для одного языка это 64-разрядная система и после переустановки, которую мы сейчас сделаем, она должна остаться такой же если система была активирована валидным ключом то после переустановки, активация не потребуется точнее, ваш Windows 10 активируется автоматически при первом подключении к интернету все программы и приложения, которые вы установили сами, будут удалены все приложения, которые есть в оригинальной версии вашего выпуска Windows 10, будут восстановлены к примеру, если вы удаляли Metro приложения, OneDrive, Skype или другие то они снова будут в вашей переустановленной системе все настройки, которые вы делали, также будут удалены таким образом, мы получим чистую переустановку Windows 10 возникает вопрос, что будет с личными файлами пользователя здесь, возможно, несколько вариантов мы рассмотрим их в процессе переустановки итак, чтобы начать переустановку, нажимаю Пуск Параметры кроме этого способа, параметры Windows 10 можно быстро открыть комбинацией клавиш Windows Plus I в параметрах открываю Обновление и Безопасность Восстановление здесь нас интересует вот этот пункт Вернуть компьютер в исходное состояние нажимаю на кнопку Начать здесь нам предлагают вот такие варианты Сохранить мои файлы и удалить всё если на вашем компе или ноуте предустановлена десятка производителем компьютера то здесь может быть также третий пункт он будет называться Восстановить заводские настройки начнем с первого пункта Сохранить мои файлы нажимаю на него Windows написал список тех действий, которые будут сделаны в автоматическом режиме я уже сказал ранее, что будут сброшены все настройки Windows, которые вы делали то есть они будут изменены на значение по умолчанию ваши личные файлы будут сохранены и они останутся в тех местах, в которых находятся сейчас у меня, к примеру, на этом ноуте есть текстовый документ на рабочем столе а также файлы в библиотеках, открывая Проводник у меня есть видео, папки для видео фотографии в папке Изображения музыка в папке Музыка а также документы вот в этой папке кроме того, в корне диска С у меня есть вот такая папка под названием Моя папка здесь также есть мои файлы важный момент, если ваш физический диск поделён на разделы и у вас тоже в Проводнике есть, к примеру, диск Е или диск D или диск с другой буквой то этот раздел не будет затронут при переустановке вся информация на нём сохранится закрываю Проводник нажав вот на эту ссылку, мы видим список приложений, которые будут удалены здесь, помимо других приложений, мы видим Microsoft OneDrive если вы используете облако OneDrive то с этого компьютера будет удалена вся информация из папки OneDrive однако, с вашим облаком OneDrive ничего не случится если у вас есть логин и пароль от учётной записи Microsoft которые соответствуют это облако то вы сможете войти в своё облако и найти там свои файлы на всякий случай скажу, что этот список будет сохранён на рабочем столе в переустановленной системе нажимаю Назад теперь всё готово можно нажимать на кнопку с названием Заводской началась подготовка, после которой компьютер будет перезагружен всё происходит в автоматическом режиме итак, переустановка завершена первое, что бросается в глаза, это вот эти ярлыки то есть приложений у нас этих больше нет ярлыки можно удалить все приложения придётся переустановить если мы кликнем вот по этому ярлыку то увидим список приложений, которые были удалены теперь посмотрим, сохранились ли файлы текстовый документ на рабочем столе сохранился открываем Проводник в изображениях на месте моей фотографии видео мой видеофайл музыка также на месте в документах мои документы ну и если мы откроем диск С то увидим, что здесь есть моя папка в которой также всё сохранилось если мы откроем второй раздел, который у меня под буквой Е то здесь также ничего не тронуто если мы посмотрим свойства системы то видим, что здесь ничего не изменилось Windows 10 домашняя для одного языка 64-х разрядная и активация Windows выполнена то есть Windows автоматически активировался при подключении к Интернету теперь используем второй, более радикальный способ с форматированием системного раздела для этого захожу по тому же пути Пуск Параметры Обновление и безопасность Восстановление здесь снова нажимаю на кнопку Начать на этот раз выбираю второй вариант Удалить всё если оставить вот эти настройки и нажать Далее то переустановка будет очень похожа на тот вариант, который мы только что рассмотрели отличаться она будет только тем, что личные файлы на диске С будут удалены если хочется более надёжно очистить системный раздел с его форматированием то нажимаем на вот эту ссылку Изменить параметры в этом окне включаем первый движок в правое положение при этом раздел на котором установлен Windows будет отформатирован если у вас есть нужные личные файлы на этом разделе в папках Библиотек, а также корни диска С как я показывал вначале то сохраните их на внешние носители флешку или внешний жёсткий диск можно их сохранить и на второй раздел если он у вас есть при такой настройке как на экране когда левый движок в правом положении а правый движок отключен второй раздел также останется нетронутым если включить и второй движок в правое положение в этом случае компьютер отформатирует все разделы такой вариант подойдёт в том случае если вы например решили продать компьютер или отдать его близким и не хотите чтобы ваши файлы увидел новый владелец я выключу второй движок то есть таким образом я оставлю второй раздел нетронутым и будет отформатирован только раздел на котором установлен Windows нажимаю на кнопку подтвердить и чтобы начать процесс нажимаю кнопку Далее здесь нам показывают всё то что будет произведено в автоматическом режиме то есть будут удалены все персональные файлы и учётные записи пользователя на этом компьютере удалены все настройки параметров а также удалены будут все приложения и программы нажимаю на кнопку Заводской происходит подготовка к сбросу компьютера и далее процесс пойдёт в автоматическом режиме так как в этом варианте у нас отформатирован раздел и удалена учётная запись то нам предлагают сделать настройки компьютера давайте сделаем их я оставляю Россию если у вас другая страна выбирайте свою страну нажимаю Да оставляю русскую раскладку клавиатуры вторую раскладку можно добавить позже пропускаю здесь необходимо принять лицензионное соглашение Windows 10 нажимаю Принять мой компьютер подключён к интернету и мне сразу предлагают войти в учётную запись Microsoft раньше это можно было обойти нажав специальную кнопку в левом нижнем углу но сейчас этой возможности нет поэтому придётся просто отключить компьютер от интернета давайте попробуем нажать на кнопку Назад и теперь мы можем ввести имя пользователя локальной учётной записи я ввожу своё имя нажимаю кнопку Далее пароль можно задать позже нажимаю Далее журнал действий я не использую поэтому нажимаю кнопку Нет в этом окне сегодня у большинства пользователей принято выключать все тумбли в левое положение давайте так же сделаем нажимаю Принять итак Windows установлен подключаем интернет здесь нам предлагают завершить настройку нажимаем кнопку ОК и в этом окне чтобы пропустить вот эти настройки можно нажать на кнопку Пока пропустить итак мы сделали чистую переустановку Windows давайте посмотрим что у нас там с файлами как видим на рабочем столе у нас ничего нет то есть рабочий стол соответствует чистой переустановке Windows здесь у нас только ярлык Microsoft Edge в папках библиотек также ничего нет на диске c моей папки которую я создавал также нет под названием мои файлы но если мы посмотрим новый том то здесь как видим все в порядке все файлы и папки на месте если откроем свойства системы то видим что Windows 10 домашняя до одного языка у меня как и была 64-х разрядная и активация Windows выполнена таким образом мы сделали чистую переустановку Windows 10 без использования загрузочных носителей если вы забыли пароль от локальной учетной записи Windows или учетной записи Microsoft то можно попробовать сбросить Windows так как мы это сделали во втором способе для этого на экране входа там где вы не можете вспомнить пароль нажимайте на клавишу Shift удерживая ее нажатой нажимайте на клавишу выключения компьютера здесь выбираем пункт Перезагрузка можно отпускать клавишу Shift здесь выбираем пункт Поиски и устранения неисправностей и Вернуть компьютер в исходное состояние если мы выберем верхний вариант Сохранить мои файлы то для сброса потребуется пароль от учетной записи который мы забыли поэтому выбираем вот этот вариант Удалить все при выборе этого способа будет отформатирована системный раздел С удалена вся информация с него в общем произойдет то же самое как в рассмотренном нами втором варианте все личные файлы которые есть на диске С будут удалены если у вас есть второй раздел с буквами D или E или другими буквами то этот раздел останется нетронутым вся информация на нем сохранится выбираю этот вариант и здесь выбираю полностью очистить диск в этом окне просто нажимаем вот на эту кнопку далее произойдет все то же самое что мы с вами рассмотрели во втором варианте после чистой переустановки Windows вы сможете настроить компьютер для нового пользователя для кого будет полезна такая переустановка в первую очередь для тех начинающих пользователей кто испытывает проблемы с загрузкой с флешки и входом в BIOS UEFI здесь как вы видели ничего этого не требуется второй способ с форматированием раздела С в принципе подойдет любому юзеру а учитывая то что мы не тратим здесь время на скачивание образа Windows и создание загрузочной флешки то этот способ чаще всего окажется быстрее чем обычная установка флешки в общем на мой взгляд эти методы имеют свои плюсы возможно вы воспользуетесь ими если тема интересная поддержите это видео своими лайками и комментами и в одном из следующих видео разберем другие способы установки Windows чтобы не пропустить эти новые видео не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик если это видео было вам полезно ставьте лайки делитесь видео с друзьями спасибо я благодарю вас за просмотры лайки и комментарии отдельная благодарность тем кто поддерживает мой канал меня зовут Евгений Юртаев до встречи